Так, ну что, у нас время уже, тогда начнем? 16 километров. Да, давайте. Снова здравствуйте, уважаемые коллеги, мы продолжаем наш лекторию, организованную фондом исследований исламской культуры Ибн Сины. И сегодня у нас выступит Ярыш Олег Анатольевич, кандидат философских наук, заведующий сектором истории Восточной философии в Институте философии Национальной Академии Наук Украины с докладом «Суфизм и обращение в ислам в странах Запада». Большое спасибо, Олег Анатольевич. Спасибо вам, спасибо организаторам, спасибо тем, кто в этот, так сказать, приятный пятничный вечер летний, так сказать, присоединился к нам. Я рад представившейся возможности выступить, тем более, так сказать, в кругу своих коллег и друзей, которые передо мной выступали, российских коллег. И сегодня мы с вами… То есть моя лекция, она некоторым образом связана с предыдущими, но прежде всего той, которая была два месяца назад, если не ошибаюсь, коллега из Петербурга, читала ее, посвященная неосуфизму. Очень интересная лекция, я ее прослушал, и после этого, так сказать, получил тоже приглашение, принятое счастье. Сегодня мы будем говорить несколько об ином аспекте, то есть и обратим внимание как бы на другой аспект, а именно обращение к суфизму. И кроме того, предметом нашего исследования будут общины несколько иного рода, чем те, о которых говорил коллега. Сам термин «неосуфизм» тоже мне представляется. Его активно использует сейчас Марк Седжвик в своих работах, описывая западные общины суфийские. Он несколько неудобен в связи с тем, что он ранее был введен в научный обиход для описания реформистских движений, инспирионных суфизмом, конца 17-18 века, которые вели антиколониальную борьбу, там Тиджиннея, потом Санусея и так далее. И в связи с этим возникает путаница. Поэтому мы с вами сегодня будем говорить также о типологии западного суфизма. Я предложу некоторые решения, которые, мне кажется, более адекватными, более удачными. Так, переходя к предмету, собственно, лекции, а именно религиозное обращение, прежде всего я хочу представить, что я, как исследователь, понимаю под религиозным обращением. Ну, так сказать, в такой упрощенной форме религиозное обращение можно характеризовать как процесс изменения религиозной идентификации, который в разной степени, то есть более интенсивно, менее интенсивно, оказывает влияние на мировоззрение, социокультурную идентичность и образ жизни. Религиозное обращение может быть связано с радикальным, буквально радикальным изменением. Можно встретить жителей, я неоднократно видел людей, по крайней мере, которые участвуют, так сказать, в ритуальных собраниях суфийских, которые, так сказать, носят одежды традиционные для стран Востока, язык тела демонстрируют, социалект, то есть выражения, то есть когда они общаются с друг другом, то есть и некоторые из них, которые, так сказать, не скрывают, то, что они приняли ислам, хотя большинство все-таки продолжает на работе в отношениях с людьми, может быть, там с близкими людьми, семья знают, что они не мусульмане, что они приняли ислам, но с людьми, с которыми у них менее тесные отношения, многие предпочитают скрывать. Но тем не менее в своем кругу они общаются, то есть они копируют во многом язык тела и лексику выходцев из мусульманских стран. То есть это как бы такое вот... Другие, скажем так, вот только спорадически их это затратит. То есть они инспирированы определенным интересом, они интересуются музыкой суфийской, они интересуются поэзией, как правило, в переводах. Они посещают эти собрания, они даже, я об этом тоже буду говорить, не будучи мусульманом, даже становятся на молитву с мусульманами, читают намаз. То есть есть разные интересные варианты. Итак, как я уже сказал, обращение может быть как бы некой радикальной трансформацией, разрывом с прошлым, а в других случаях преобразованием или усилением существующих связей. Тут речь идет о так называемом религиозном возрождении, religious rebirth, как в англоязычной литературе это называется. Когда человек, ну, как правило, во втором, третьем поколении мусульманин, он отходит, так сказать, от религиозной практики, от традиций и так далее, и потом он к ней возвращается через суфийскую общину, через салафитские общины, через какие-нибудь еще там... исламские, скажем так, движения, да, мусульманские. Вот. То есть вот это, скажем так, усиление существующих связей. То есть изначально он не порывал с исламом, то есть всегда идентифицировал себя как мусульманин по отношению, да, в отношении с другими людьми, но тем не менее не практиковал, не молился, не читал Коран и так далее. И вот эта как бы связь с религиозной общиной усиливает, возрождает его, вот и сказать, религиозность, да. Вот. Когда мы говорим любое обращение религиозное, потому что разные процессы можно рассматривать как обращение, как конверсию, да, используя термин социология, антропология, религия. В случае религиозного обращения это и обращение в ислам, речь идет о принятии, опять же, в той или иной степени исламской нормативной традиции, то есть дискурса и практики. И морального порядка на ней основан. То есть всех запретов, правил и так далее, которые регулируются исламской нормативной традицией. Сувийские тарикаты являются одним из, как бы, общины, братства, одним из наиболее эффективных инструментов привлечения жителей западных стран. Прежде всего, речь идет о Европе и Америке. К исламу. Этому способствует то, что в популярной литературе, в средствах массовой информации и так далее, суфизм зачастую представлен как не такой ислам, как ислам, связанный с свободомыслием, окруженный реалом культа мистической любви, приобщения к сокровенному и так далее. Чему в немалой степени способствовала и традиция, получившая название как ориенталист, которая возникла в конце 18-го, начале 19-го века, то есть, когда для не британских ученых французы, немцы и так далее, в нем за меньшей степени, следует сказать. И, опять же, суфизм часто был представлен как выражение некой универсальной духовности, универсальной духовности и так далее, которая, в принципе, близка мировоззрению людей Запада, придерживаясь либеральных взглядов и так далее. Вместе с тем суфизм на Западе привлекает не только людей, которые ищут некое просветление, но и тех, которые, как бы так сказать, стремятся радикально к радикальному изменению образа жизни. Многие из вас встречали знакомые с, скажем так, с обращенными европейцами, которые приняли ислам и через суфизм, такие, как Абдулкадыра Суфи, Йен Даллас, британец, Роберт Ирвин, известный писатель, британский тоже, которые тоже через Тарикат Шезли, Абдулкадыра Суфи, писатель, и востоковец, Исуф, Ислам, и целый ряд других людей, которые достаточно известны и которые оставили, скажем так, биографические описания своего пути к исламу и суфизму или исламу через суфизм. Сегодня же мы будем говорить, так сказать, о том, что Гуревич назвал безмолвным большинством, то есть о людях менее известных, европейцах, которые пришли к исламу. Ну, а забыл упомянуть, естественно, Рене Генона, Ивана Агуэли и так далее. То есть это как бы такие знаковые для западной культуры личности и духовной традиции, которые известны также как приверженцы суфизма. А мы будем говорить о простых адептах, простых европейцах, которые приходят к исламу. Говоря о феномене обращения, известный исследователь американский пост, он характеризует его как межличностное миссионерство, поскольку именно в призыве к исламу через суфизм очень важны отношения межличностные, между людьми, между членами общины, между членами общины и шейхом и так далее. Зачастую те, кто приходят к суфизму, сначала те, кто приобщаются, скажем так, к деятельности, к жизни суфистских общин, они изначально приходят к суфизму и позднее принимают ислам. И только в редких случаях приходят к суфизму приходят уже обращенные мусульмане. Я встречал достаточно редкий случай, когда немцы были, которые сначала приняли ислам в салафитских общинах, а потом заинтересовались каким-то образом произошла эта эволюция. Но я, к сожалению, не брал так, просто была свободная беседа, не биографическая интервью глубинная, поэтому мотивы мне неизвестны. Но случаи такие и есть. Есть и обратная, так сказать, динамика, когда из суфистских общин люди перетекают в другие. Исследователи, в частности, Стефан Алиеви, указывают, что большую роль, особенно это характерно для представителей среднего класса, образованных, в том числе студентов, то, что они приходят к суфизму и исламу через чтение литературы. Постоковедной литературы, биографической литературы, известных, так сказать, европейцев, принявших ислам, суфизм. И, как мы увидим дальше, часто это, так сказать, вот этот подход интеллектуалистский подход к суфизму, он приводит к некоторым конфликтам внутри общин, между этническими мусульманами, так называемыми, обратившимися, принявшими ислам европейцам. Значительная часть членов общин суфийских на Западе, опять же, это зависит от характера своих общин, приходят к исламу через довольно значительный промежуток времени, или вообще не принимают ислам. Такое-то также случается, и есть многочисленные примеры, в том числе и в моей исследовательской практике. Я хочу познакомить вас вкратце с теоретическими, так сказать, предпосылками исследования феномена обращения. И вот представьте вам пять типов религиозного обращения по версии Луи Рамбо. Это апостазия или отступничество, усиление привязанности к убеждению или течению, с которым он был связан ранее, афилиация или приобщение к религиозной группе, более-менее активное, переход от одного течения или группы в другой в рамках одной религии и переход из одной религиозной традиции в другую. То есть конверсия, то есть обращение религиозное бывает разнообразным совершенно. Как вы можете видеть, не обязательно переход из христианства в ислам или наоборот, или из буддизма куда-нибудь еще. То есть любая вот эта динамика, связанная с религиозной идентичностью, описывается исследователями как обращение. также другие исследователи, такие как Дональд Тейлор, разделяет внутреннюю и внешнюю конверсию, иначе говоря, внутрирелигиозная и межрелигиозная. То есть мы уже говорили, внутрирелигиозная это усиление связи с религиозной традицией или переход из одной группы в другую, и межрелигиозная это собственно конверсия перехода из одной религии в другую. И что интересно, Дональд Тейлор выделяет отдельную категорию awkward converse так называемый, проблемные обращенные. То есть это те люди, которые формально не принимают ритуалы обращения. Что касается ислама, они не произносят шахаду, более того, зачастую они себя не идентифицируют, и это тоже очень важно, потому что ритуал важен плюс самоидентификация, то есть они себя не идентифицируют как мусульмане, в то же время они принимают участие в практиках религиозных данной общины, и могут быть, как говорит Тейлор, мультирелигиозными индивидами, то есть они могут разные практики проактивать в разных общинах. Таким образом, ключевым маркером религиозного обращения является религиозная самоидентификация. Если человек заявляет о себе, что я мусульманин, то это межрелигиозное обращение состоялось. Поскольку, как я уже говорил, я встречал таких людей, которые участвовали в суфийских ритуалах, читали намаз коллективный. То есть публично шахаду повторяли много-много раз, но при этом в интервью, личном интервью, то есть они говорили, что они не считают себя мусульманами. И для этой межрелигиозной конверсии очень важно именно религиозная самоидентификация. Вот это состояние можно назвать некое лиминальное, переходное. То есть отсюда человек движется или к новой религиозной традиции, или возвращается к ведущей, или куда-нибудь еще. То есть это лиминальное состояние может быть достаточно долгим, и у некоторых длится годами. Но опять же, как я сказал, этому способствует ряд факторов, о которых мы с вами поговорим чуть позже, в течение лекции. Теперь стадия обращения. Стадия обращения одна из достаточно популярных среди следователей концепции, это Ромбо Пархадиана, это кризис, поиск, контакт, взаимодействие, принятие обязательств и результат. При этом порядок этот может быть абсолютно различным и может быть, так сказать, спиральный эффект, когда человек возвращается к предыдущей стадии. Но в целом он описывает завершенный некий цикл от кризиса, как бы его не называли, мы назовем его духовно, до присоединения к аффилиации с некой религиозной общиной и принятие новой идентичности. Мотивы религиозного вращения Джон Лоффланд и Норман Сконнольд выделяют шесть основных. И что примечательно, эти мотивы, безусловно, мы опять же употребляем это как идеальные типы, которые в чистом виде, они в социальных практиках, которые мы исследуем, они не встречаются. Они часто не выступают отдельно, а в комплексе, в сочетании с другими. Это тоже я вам продемонстрирую на отдельных кейсах. Но тем не менее эти концепции позволяют нам систематизировать, анализировать те данные, которые исследователи получают в процессе своей научной работы, полевых исследований и так далее. И можно сказать, что есть просто хрестоматийные. Хотя мы все как ученые понимаем, что это идеальные конструкции некие. У меня был случай, я очень люблю его приводить и сегодня тоже приведу. Буквально хрестоматийный пример мотивов и стадии, то есть концепции, которые описывают мотивы и стадии религиозного обращения. Итак, вы можете видеть интеллектуальный мотив, мистический, основанный стадий отповения, то есть эмпирический практическое исследование различных традиций, аффективный, эмоциональная привязанность к членам общины. Грубо говоря, сначала к общине присоединяется один из супругов и потом другой супруг уже подтягивается or близкий друг становится членом общины и так далее. Возрождающий инспирионно-экоррективными эмоциональными переживаниями. Это когда человек заходит посмотреть, впечатляется этим всем ритуалом и потом наступает его процесс постепенного присоединения в группе обращений. Ну и наконец принуждение, которое обращение не является добровольным. Это собственно не есть обращение, но его типологически относят. Потому что он имеет последствия и для идентичности, и для социальной жизни, депутатурной жизни и так далее и девида. Поэтому его в целом как бы относят вот это принятие, обращение под принуждением тоже как вот рассматривают как вариант. То есть в принципе другие авторы с этим согласны. Допустим, Стефан Алиев выделяет обращение через отношения, то есть в принципе которое соответствует типологии Лохомна-Исконовда и также рациональное обращение, куда он включает в том числе и духовный поиск. То есть не только изучение, теоретическое изучение текстов, религиозных трактатов, мистиков, ну и так сказать духовный поиск как стремление к самореализации и так далее. Следующая тема, о которой я хотел бы сегодня с вами поговорить, дать вам представление некое о особенностях среды, социокультурной среды, в которой происходит это обращение. Безусловно, ну пик, скажем так, если раньше обращения в суфизм это были, ну в случае в ислам или там через суфийские общины или создание там суфийских общин на Западе, Мариямия, Флютофашиона, Титуса Буркарта, это были случаи исключительные, то с середины то есть уже последней трети, можно сказать, прошлого века, 20-го, это стало просто, сказать, достаточно распространенным явлением. И именно в этот момент можно говорить о неком, скажем так, нарастающем количестве увеличившихся обращений скажем, ну если не обращение в ислам, то то есть росте суфийских общин, которые, так сказать, прирастали все новыми членами и так далее. это общество, о котором мы говорим на Западе, поскольку мы как раз говорим о явлениях, происходящих в этом социокультурной посреди, ареале, исследователи его характеризуют как позднемодерна. То есть в частности Энтони Гидденс и другие, как Шмуэль Эзенштадт, они считают, что термин постмодерн, он как бы, ну он неправильен, поскольку он как бы вводит некий разрыв, разрыв традиции модернизации, в то время как они считают, что явления, которые имели место в середине прошлого века и в последней третьей, они являются как бы логическим продолжением тех процессов, которые были, которые возникли раньше. Так вот, скажем, наиболее важной характеристикой, которая имеет значение как раз в контексте нашего исследования, является переосмысление традиции. То есть эти общества, общества позднего модерна, они посттрадиционные. Традиция не исчезает, ее не отвергают, но она не является как бы объектом просто простого принятия, а рефлексии. Когда индивиды, они как бы, так сказать, ее переосмысливают и переутверждают уже через, находя некие рациональные основания для нее. Вот. То есть она уже не является некой данностью, освещенной веками и поколениями, а является предметом рефлексии и через вот эту рефлексию она трансформируется и как бы продолжается. То есть предметом рефлексии есть границы символы коллективности, там, национальной идентичности и прочее, 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 легиозной идентичности, политические афилиации. Хотя следует сказать, что этот процесс не является всей облемой. Очень часто, как бы, что касается на Западе, там, политической афилиации и так далее, как вы знаете, да, есть семьи, которые из поколения в поколение голосуют за демократов или республиканцев в Штатах или там за консерваторов или либералов под разными, так сказать, которые идут под разными политическими лозунгами. Вот. Но, тем не менее, всего этого гораздо меньше, чем это было в предыдущие десятилетия, не говоря уже о начале 20 века и более раннем периоде. То есть, Эйзенштадт утверждает, что вот эта рефлексия, да, критическая во многом, она обеспечивает некую большую приверженность к участию в формировании культурного и социального порядка. То есть, каждый получает возможность созидать вот этот новый, да, новый социальный и культурный порядок. И для этого, для этой среды новой, да, пострадиционной, характерна так называемая рефлексивная духовность, как ее определяют ученые. рефлексия. То есть, это есть, скажем так, переосмысление и рефлексия над практиками и религиозными идеями. С этим феноменом связан другой феномен. Ну, по сути дела, это один и тот же феномен, но который просто под разными углами, да, рассматривается с исследователями. Вот мы говорим о известной концепции Томаса Лукмана приватизации новой социальной формы. То есть, когда человек, человеку предоставляется, развиваются разные традиции, синкретические процессы происходят, и индивид, он уже не связан как бы традиционными узами какими-то, да, и он получает возможность свободного выбора, да, свободного тестирования тех или иных религиозных традиций. Но, опять же, это характерно для урбанизированной среды, городской, для крупных мегаполисов, глобальных мегаполисов. А в глубинке, в принципе, до сих пор многие исследуют религиозным традициям своих отцов, да, и дедов, и прадедов, даже на Западе, в тех странах, где религия сохраняет значительную публичную роль, да, в тех же Соединенных Штатах. Но, тем не менее, ситуация, даже там, ситуация меняется. Если, как бы, ну, ну, кто мог представить, 20-30-е годы, чтобы в Техасе там были какие-нибудь там суфийские общины, да, то теперь это, в принципе, нормальное явление, в моих городах есть. Вот, не только на Западном побережье, не говорится, в том же Нью-Йорке. Ну, опять же, на этот период, 70-е, конец 60-х, 70-е годы происходит формирование такого вот интересного феномена, который, в принципе, сейчас, по мнению многих исследователей, уже, скажем так, угасает. Это феномен Нью-Эйдж. Томас Лукман подчеркивает, что движение Нью-Эйдж собирает разнообразные психологические, терапевтические, магические, отчасти научные материалы, компонирует их с эзотерическими материалами из разных там традиций, как он говорит, переупаковывает и выбрасывает на некий рынок, да, на рынок, где каждый может, так сказать, выбрать подходящую себе традицию, да, или практику религиозную. То есть, вот этот Лукман пишет, что Нью-Эйдж опирается, в первую очередь, на открытый рынок расслуживших синкретических пакетов значений, обычно связанных с низкой трансцендентностью. То есть, там сакрум, как таковой, да, или бог и так далее, уходит на второй план, а на первый план выходят некие техники духовного совершенствования, поиска собственного истинного я с намеком иногда в некоторых традициях с намеком на то, что собственное я, оно и есть, собственно, вот этот искомый абсолют где-то там скрытый. Скажем так, он во многом приземляет и субъективизирует религию. Известная исследовательница Даниэль Эрвей-Лиджи говорит о том, что в этих условиях, в условиях, когда ослабляется институализированная религия, идет распад религиозных кодексов и так далее, которые поддерживают религиозную идентичность, очень важной становится связь именно с духовным лидером. духовный лидер является основой, харизматический авторитет, харизматический лидер является тем полюсом, на который ориентируются последователи. Они интересуются уже не на тексты, не на традиции, не на правила, они привязаны к лидеру. И это способствует развитию так называемого культизма. Особенно это бум был в 70-е, еще даже в 80-е годы, особенно в Соединенных Штатах. разных религиозных общин, коммун религиозных и так далее. Хотя у них традиция была еще более ранняя, протестантские коммуны возникали, но эти, которые возникли уже в 60-е, 70-е, начале 80-е, они уже были коммунами другого типа, с замкнутыми на определенном духовном лидере. Таким образом, тут мы можем говорить о двух парадоксальных тенденциях, парадоксальных, в чем их парадокс заключается? В том, что с одной стороны мы говорим о религиозном индивидуализме, а с другой стороны для религиозного индивидуализма, который заключается в поиске некой идеальной модели личностного духовного развития, а с другой стороны возрастающая роль ввиду того, что кодексы религиозные теряют значение, тексты тоже, возрастает роль лидера и окружения лидера. Эта тенденция получила название экспрессивный коммунализм, то есть когда с одной стороны речь идет о поиске личного развития, личного спасения, но оно возможно только в связи с неким наставником и через общину, которая собрана, собирается вокруг него, объединенная его авторитетом, его харизмой. Вот эти два момента являются определяющими для религиозной среды позднего модерна. теперь мы перейдем собственно уже к прежде чем мы уже непосредственно рассмотрим кейсы обращения, траектории обращения через суфийские общины, мы с вами поговорим о собственно говоря характере суфизма западного. Я уже говорил сначала, что термин неосуфизм мне кажется не очень удачным, поскольку он используется для писания нескольких иных феноменов, и мы поговорим сейчас о типологии, поскольку суфизм это он и в мусульманских странах не является однородным явлением, это он сконструирован как однородное явление востоковедами во многом, он очень многообразный и зависит, то есть магрибский суфизм это не не такой, как допустим в Южной Азии, в Южной Азии это не ну в Южной Азии может быть больше, потому что в принципе традиция значительным образом была принесена из Центральной Азии, но тем не менее особенности есть везде и они достаточно существенные. Что же уже говорить о том, что когда эти традиции во многом переносятся на другую иннокультурную среду. Там возникают очень-очень интересные разные явления. Исследователи подчеркивают, что вот эта контекстуализация, то есть то, как суфизм сочетается с западной социокультурной средой является наиболее интересным предметом говорят о транскультурации и так далее. Факторами важными являются в этом случае урбанизация, миграционные процессы и даже внутренняя и внешняя политика стран. Поскольку многие, мы будем об этом тоже говорить, многие суфийские наставники из стран мусульманских, они на запад приезжали просто в поисках работы бывало. Но потом делали неплохую карьеру именно как суфийские наставники. Для суфизма суфизм очень динамичен по своей природе исторически. То есть суфийские тарикаты транснациональный характер имели еще в средние века в мусульманском мире. Они представляют собой некие сети, где осуществлялся обмен движения людей, товаров, идей, культурных артефактов и так далее. Хорошо известны исследователям исламоведом, хорошо известна их роль в исламизации разных регионов. то есть куда они дошли сподвижники и позднейшие поколения мусульман, то их миссию продолжили суфийские шейки. Так Золотая Орда была исламизирована, как вы знаете, так было исламизировано. Кстати говоря, интересно, как раз Дават Шиитский можно сказать даже немножко раньше в Южной Азии. Ну или если не раньше, параллельно с деятельностью арикатов был в Суницкой. Ну и также и в Восточной Азии, Африка. То есть везде они играли очень значительную роль именно в распространении ислама. И сейчас тоже существуют достаточно хорошо изученные исследовательные сети, которые обеспечивают связь, кросс-культурные связи между мусульманскими регионами и странами Запада. Как раз суфийские сети. Особенно характерно для Великобритании, где действуют разные парикаты южноазиатские. существует множество различных я не знаю, но больше десятка точно описаний, то есть типологий, которые пытаются многообразие в какие-то рамки вогнать, классифицировать. Я буду говорить о тех, которые в принципе как мне кажется наиболее адекватно описывают ситуацию, но прежде вы можете ознакомиться на этом слайде этапы распространения суфизма на Западе. Как вы можете видеть, мы будем с вами говорить скорее даже о четвертом этапе, о реисломизированном суфизме. Ну, суфизм раннелитературный, это как бы в терминологии Сельджвика, он связан с созданием переводом суфизмских текстов, работа ориенталистов, универсалистский суфизм он тоже по-своему интересен, и он очень сильно повлиял на вообще становление суфизма на Западе. Это прежде всего разные изводы движения Иная Адхана. Позднее это суфизм Эйч, Ирина Твидди, Идри Шах, и реисломизированный суфизм, он тоже опять же степень реисломизации она различна начиная с 1975 года. Это дата условная, поскольку ее привязывают к миссии Шейха Назима Аль-Кубрусси, который начал активно работать на Западе, распространяя свою традицию сначала в Англии, а потом в другие странах мира. В свою очередь немецкая исследовательница Гриттенхаммер говорит о трех основных этапах, но в принципе они совпадают с этим этапом начиная с 50-х и 70-х годов 20-го века. То есть первое это универсализм, перенеализм, связанный с поиском некой универсальной истинной, потом нью-эйдж, синкретические практики, синтеза разных традиций и так далее. И третий этап, который она говорит, поворот к аутентичности, поворот к подлинности, когда последователи отказываются от и общины отказываются от ранее синкретического некоего подхода и начинают обращаться к поиску неких подлинных да автентичных традиционных форм суфийской жизни, которые, как правило, являются копированием определенных традиций страны происхождения того или иного тариката. то есть как она пишет новое поколение немецких суфиев старается имитировать суфизм традиционный для родины шейх. Говоря об исламизации суфизма, Марк Седрик это связывает ну как я уже в принципе говорил с прибытием на запад значительного числа мусульманских мигрантов, среди которых были и достаточно продвинутые наставники суфийские, вокруг которых стали формироваться местные общины и они также проникали в те общины более связанные с Нью-Эйджем и старались тоже их реисламизировать, то есть привязать в большей степени к нормативной традиции ислама. моя скажем так я считаю наиболее предпочтительной классификацией или типологией западного суфизма это которую предлагает Марсия Херманссон она включает в себя следующие категории как вы видите то есть переанелисты которые рассматривают суфизм как универсальную мистическую традицию вне контекста ислама или переосмысывают ее в контексте идеи традиционализма гибридные общины которые имеют большую связь с исламской традицией однако ее приспосабливают западному социокультурному контексту имеют много последователей числа европейцев собственно это и есть скажем так основным фокусом нашей сегодняшней лекции и транслантные общины образованные преимущественно выходцами из диаспоры которые воспроизводят социокультурные паттерны и религиозные традиции стран своего происхождения то есть как вы видите в основу положено отношение к исламским традициям и практикам что позволяет выделить менее или более традиционные общины в западной социокультурной среде следует сказать что эти общины они достаточно автономны и допустим нормативный дискурс самого тариката может быть достаточно традиционным в то же время приверженность исламу может варьироваться от той или иной общины то есть даже в рамках одного города если взять тот же Берлин там есть общины тоже на Гжмодиах Кане которые с вот этой скажем так неосманской традицией больше связаны есть те которые меньше связаны я вот сейчас хочу вам кстати показать вот слайд справа вы можете видеть общину скажем так неосманскую общину возглавляемую как раз в Берлине Айберком Гоэгчименом которая где-то по-моему в 16-м году она была создана которая скажем так вот которую мы можем отнести к транслантным то есть воспроизводящим традиции турецкого суфизма и идеологию неосманизма а слева вы можете видеть как бы слайд фотографию из эта община сейчас как бы она не существует это суфистский центр Рабания который возглавлял брат шейха Айберка Эшреф Гоэгчимен вот которая скажем так вот видите здесь практикуется так называемая хайкрафт-йога и видите даже на этой размытой фотографии видно что это европейцы здесь присутствуют вот то есть это как бы классическая гибридная община в которой я в принципе проводил основную часть своих исследований в 14-м году вот сейчас она существует в несколько иной форме а сам Шейх Эшреф основал другой он существовал раньше но он его возродил Суфиланд центр возле Боденского озера вот и тоже он сейчас активно работает как раз даже не в европейских а в европейских но в странах где мусульмане составляют большинство в частности в Боснии путешествуют другие страны в Южную Азию и так далее фокус сместился несколько деятельностей даже западноевропейских суфистских общин они как бы уже реэкспортируют суфизм в страны где мусульмане составляют большинство вот если будут вопросы я готов тоже рассказать еще об этом итак я хочу теперь вам представить после этого теоретического введения чтобы вы лучше ориентировались в траектории обращения в суфистских общинах хочу отметить что эти процессы являются достаточно комплексными и разновекторными и зависят очень в значительной степени не только от предиспозиции индивидуальной того или иного человека но и от характера общины и от даже от структуры от институтов которые связи которые там присутствуют исследовательница которую я уже сегодня упоминаю Джулиан Хазен которая изучала тарикат арлами в Баттерпорте штат Нью-Йорк установила что частными мотивами приобщения к тарикату является стремение к полному более полному личному контакту с Богом личному превражению милитуальное и духовное развитие а также харизма шейха то есть привязанность шейху личная и стремление к духовному исцелению наши собственные исследования которые я проводил в Германии и Швеции тоже показывают подтверждают этот тезис что харизма шейха играет большую роль в процессе привлечения новых членов в частности в берлинской обители Тариката Бурхания мои собеседники говорили о том что влияние шейха очень велико и были случаи когда приходили люди которые говорили да мне интересен суфизм я хочу даже принять ислам но я не могу отказаться от привычек которые не соответствуют исламу употребление алкоголя в частности и шейх принимал такого человека независимо от этой привычки и так сказать его влияние его харизма и те практики которые индивидуальный вирт которые он давал этому человеку позволяли ему от этого отказаться и но некоторые из людей которые приходили в общину принимали участие в ритуальных практиках и так далее но приходили к исламу через несколько лет но большинство из них приходили к исламу как говорит коллега как говорит собеседник извините цитирую это ловушка чувак в которую ты попадаешь и тебе некуда деваться это как если бы кто-то сказал я не хочу жить в Германии я хочу жить в Берлине ему говорят хорошо живи в Берлине то есть практикуй приходи к нам участвуй в наших собраниях в мажлицах и так далее и через несколько лет он осознает блин а ведь я же живу в Германии то есть я же мусульманин я с мусульманами молюсь практикую все и вот это происходит эта самоидентификация как мусульманина и опять же мои собеседники подчеркивали что большинство кто таки решился принять ислам они делали после сделали это после общения с шейхом так сказать эмоционально к нему привязавшись традиционно традиционно есть жанр табакат который описывает разные деяния святых мужей аулия мусульманских нечто подобное хотя и в меньшей степени сейчас распространено тоже есть работы современных то есть книги это не работа не теоретические исследования конечно современных адептов суфизма которые описывают всякие экстрадинальные случаи происходящие с ними когда они приобщились к суфийскому пути и всякие явления экстрадинарные связанные с их духовными учителями и то есть западные последователи суфизма также как и в мусульманских странах относятся к своим духовным наставникам к шейхам как кавлия к святым людям способным по воле так сказать Аллаха совершать чудеса карамат демонстрируя так сказать его то есть Аллаха величие могущество и милость эти чудеса могут демонстрировать они могут быть связаны с отношениями между людьми с отношениями между видимым и невидимым миром сверхъестественным знанием будущего или прошлого и так далее то есть авторитет суфишского шейха прежде всего харизматический хотя как бы в мусульманских странах как бы принято что шейх зачастую является еще мусульманским ученым алимом то есть он обладает знаниями выше среднего по крайней мере среднего мусульманина для того чтобы быть наставником для западных последователей очень важно именно вот эта харизма харизма способность как бы вот влиять на их прежде всего на их духовное развитие то есть их в меньшей степени могут интересовать вещи связанные скажем так с благополучием материальным карьерным ростом и так далее что зачастую приходящие вторикаты на востоке это часто и спрашивают большинство из них заинтересованы именно вот в этой духовной трансформации я хочу рассказать о другом случае которое можно характеризовать как иллюстрацию вот этого religious rebirth то есть религиозного возрождения одного из последователей шейха Хазала Хайри из стариката Шизилия Хайдари интересная достаточно община она объединяет как судитов так и шиитов шейха Хазала он является сыном известного Алима из города Кирбела то есть у него по материнской линии были предки как раз из Ирана тоже из среди шейхов включенных но в целом там культ Ахлюльбейт распространен но они себя однозначно к шиитам не относят но тем не менее очень значительное влияние имеет этот культ на практике в этой общине так вот мой собеседник он вырос в традиционной швидской семье уже в Англии он в раннем возрасте лет туда был перевезен духовный у него пережил определенный кризис отправился в хадж в хадже коснувшись кисвы то есть покрывала которая покрывает Каабу он просил чтобы Аллах послал ему учителя о суфизме он тогда ничего не знал и позднее он вместе с Мухаром посещал Маджлис собрание суфийское посвященное мученической смерти имама Хусейна и его сторонников и встретил одного американца и через некоторое время американец сказал что приедет какой-то очень-очень известный шейх и тебе бы неплохо с ним встретиться он вообще не понимал о чем речь идет какой шейх это магнат какой-то из стран Ближнего Востока нефтяной и так далее но тем не менее эта встреча произошла и как он описывает когда он его увидел впервые он был просто поражен его просто присутствием то есть здесь мотив некоего вот этого личностного да личностной привязанности то есть он на него производил впечатление самим своим видом но потом он посетил его лекцию ему эта лекция тоже на него произвела впечатление вот и после этого он сказал своей маме что наконец-то я нашел шейха после этого он стал одним из близких его учеников шейха фадала то есть шейха фадала сопровождал его миссии в Соединенных Штатах вот и на собраниях общины происходящих возле Гетеборга вот это кстати говоря оттуда фотографии я тут он часто он рассказывал эту историю и рассказывал нарративы то есть истории о чудесах связанных с самим шейхом фадала для того чтобы это сказать другие члены общины могли так сказать усилить свое доверие свою привязанность к шейху среди караматов которые о которых он говорил то есть чудеса в сверх экстраординарных явлениях это влияние общения с птицей способность общаться с пророком Мухаммадом это очень часто распространенный сюжет который о высоком ранге святого свидетельствует знания сокрытого то есть шейх Мух знает что делают его ученики за тысячи километров и так далее современные исследователи говорят что вот эти караматы чудеса они как бы легитимизируют утверждают авторитет харизмы харизму духовного лидера и этот еще Вебер говорил что вот эта харизма она ждется в постоянном подтверждении в постоянном подтверждении вот поэтому несмотря на то что сейчас как бы тоже говорят о том что вот эта харизма и караматы и все эти истории они уменьшают роль начинают играть тем не менее она достаточно существенна в суфийских общинах и является тоже фактором и привлечения новых адептов и усиления связи тех кто уже присоединился тарикату я уже говорю так где-то час плюс-минус я думаю что еще минут 10-15 мне надо потом мы можем перейти к вопросам ответа опять же другой близкий Мирид шейха Фадала подчеркивает что харизма зависит она является неким обоюдным процессом он говорил что ну бывают случаи когда шейха покидают любви но эта проблема не в шейхе шейх содержит свет чистый свет в нем отражается он совершенный человек а проблема в них то есть мусульмане являются зеркалами друг друга есть хадис и поэтому если их зеркало последователи являются замутненным то они не могут отражать свет шейха часто мотивом присоединения к тарикату является мотив духовного исцеления и развития и опять же интересный случай интересный кейс который я наблюдал в Берлине это был один мой респондент который вот который как раз прошел достаточно долгий путь через путешествия по Индии по разным ашрамам испробовал разные практики пережил духовный кризис и потом он попал в одну общину связанную с это была как бы отдельная группа небольшая которая связана с Нажманди Хаканену собиравшаяся отдельно и вот как раз он говорил о том что он себя не идентифицировал как мусульманина говорил о том что он стал лучше относиться благодаря этим практикам к исламу но я наблюдал его молящимся читающим намаз совершающим другие ритуалы суфийские но тем не менее он как бы сказал что он хочет сохранить открытость к Богу а религии они как бы ограничивают цитирую я нашел Бога в себе раньше я не молился в этой группе я нахожу путь к Богу я не на 100% мусульманин но я открываюсь когда говорю Аллах Аллах мое эго уменьшается я благодарю этим людям я стрелюсь стать на 100% собой открыть свою природу я прихожу сюда и с благодарностью молюсь Аллах то есть можно говорить скажем так что обращение имеет место в его случае но не имеет места как бы формальной идентификации с определенной традицией которая есть как бы неким финальным аккордом в этом процессе но тем не менее это обращение безусловно поскольку тут присутствуют как бы другие элементы интересным тоже является мотив тауфика одного ну это невымышленное имя поскольку этот человек ведет личную жизнь как мусульманин деятельность вот из небольшого опять же извода шизилийского тариката известного как ас-софина тоже основанного обращенным мусульманином немецкого происхождения Баширом Ахмадом Дульсом он сообщил мне что большинство членов общины не принимая не исповедуют ислам они практикуют коллективные практики суфийские но каждый может молиться отдельно сообразно своей потом практиковать как бы ритуальные обряды своей религии то есть христиане христианские иудеи иудейские а мусульмане читать намаз интересен случай его обращения это сочетание некого интеллектуального поиска и мистического он родом из Восточной Германии изучал арабистику и английский язык в университете Лейпцига интересовался как бы суфийской теориями суфийскими то есть можно назвать философией Ирфан и впервые посетил Израиль в 92 году уже зная много об исламе он был в Алайте городе так сказать курорте плавал и внезапно к нему приблизился дельфин и он установил контакт визуальный с дельфином и он пережил какой-то вот как он описывает значит о мистический опыт он понял что этот мир это дыхание Аллаха дельфин показал мне что мы с ним произошли от одного и того же создателя атрибута Аль-Рахман то есть Аллаха как милостиво и наше возвращение к нему называется атрибутом Аллах как милосердный все показалось ему предыдущая жизнь пустой и так далее он вернулся в Германию через три месяца принял ислам и еще через три года присоединился к переживания его шейха Ахмада Дульца который также рассказывал когда он в сорок пятом году будучи ребенком эвакуировался из Кенигсберга на поезд совершил налет британская авиация то есть заходил пикирующий бомбардировщик или там штурмовик но неважно и он летел так низко что этот ребенок видел летчика сидящего в кабине и он тоже как бы установил с ним зрительный контакт и летчик не стал расстреливать этот эшелон и улетел то есть может быть это как-то уже нарратив который Тауфик уже скажем был сконструирован под влиянием этой истории но тем не менее случай достаточно интересный примечательный и показывает комбинацию интеллектуального поиска и мистического переживания и наконец есть еще я не хочу это сказать в этот поздний вечер слишком вас нагружать разными историями вот я просто вкратце расскажу есть покойный ныне известный исследователь Артур Бюллер исследователь суфизма он также к изучению суфизма пришел через интерес практический и когда он работал в Пакистане он автор нескольких монографий очень интересных он прошел посвящение в одном тарикате на ажмандийском получил практики но он чувствовал некую механистичность этого всего он работал на северо-западе Пакистана в регионах населенных пуштунами тоже посетил там десятки обителей и видел что это просто выхолощенные ритуалы для него было и потом он встретил одного ученого как бы пакистанца тоже который был суфием и специалистом по текстам который говорит дал мне больше чем эти все как бы шейки то есть вот это опять же позиция то есть опять же подход к суфизму с позиции рефлексивной рациональности здесь очень отчетливо проявляется то есть ритуалы без понимания для него были недостаточно и позднее он связал себя с учеником шейхом опять же учеником Хазрата Азада Расула Сахиба из Тариката Нашбанди Мужадидия вот и как бы вот уже практически осваивал суфизм под его так сказать руководством и наконец в завершении очень интересная история опять же из итальянского извода Тариката Бурханея который описывает Пола Бенанте там в Италии существовала группа людей интересующихся суфизмом под влиянием работ Генона Бурхарта Титуса Фрюта Пашона и других авторов и один из этих часть из них училась в университете тоже изучала знала об исламе некоторые арабские знали хорошо и один из них встретил мигранта из Египта который оказался наставником Тариката Бурханея и ему шейх получил стать Муршином там интересная как бы структура она отличается от других Тарикатов духовный наставник только один это шейх а Муршин это как бы человек который отвечает за правильные практики и может решать некоторые вопросы которые не являются очень-очень сильно важными для духовного развития Муридов но опять же с шейхом они должны контактировать через этого Муршида локального и эти последователи итальянские интересовались как они говорили внутренним исламом пониманием трансформации духовной и так далее в то время как в то время они обвиняли этого Муршида Джалала что он ну просто ну как бы практикует механистическое повторение ритуалов игнорируя вот эту глубину духовности глубину мудрости суфийской и так далее как они говорили шейх как бы верховный поставил вместо него прислал другого египтянина сафата который который также их не удовлетворил поскольку он практически не говорил по-английски и тем более не знал итальянского вот опять же здесь некий проявились некий сентимент некий рессентимент как бы или негативное отношение к мигрантам которые то есть разница в статусе социальном как говорит Паула Абинанте члены этой группы это представители высшего среднего класса были в то время как это мигранты искатели работы и так далее это тоже по ее мнению могло сыграть чувство собственно социального и культурного превосходства однако ситуация коренным образом изменилась когда тогдашнейшей Ибраги египетского извода Тариката стал основной акцент делать на практике вирдов вирды это некие молитвенные формулы аяты из Корана правильное цитирование рецитация которых обеспечивает духовный прогресс духовное развитие и так далее то есть тут важным является правильное их исполнение и тогда путем практики этих вирдов проходит некие стоянки макамы на пути к фанафишай прежде всего неким растворением в шейхе которая является стадией предварительной к фанафилах и тут как раз это позволило укрепить авторитет этого муршида сафата который носитель арабского языка человек выросший в традиции который прекрасно который умел лучше всех и правильнее всех практиковать эти вирды и научить их другим он таким образом укрепил свой авторитет и вот это интеллектуализм немного отошел на второй план и уже совсем завершение вы можете тут видеть кадры из суфийских ретритов тут в основном последователи шейха Адалахайри но в то же время были и последователи других тарикатов вы можете встретить совершенно разных людей курды финн паснец швед швед ну я украинец это Зикар который читался так сказать во время этих ретритов вот тоже интересная очень интересная личность это Мухаммад Муслим Эннеборг это шведский имам он является шейхом тариката Чешти а свой путь скажем суфийский он начал очень интересным образом в 70-е годы он жил на севере в конце 70-х годов в конце 70-х он жил на севере Швеции тогда он увлекался марксизмом левыми идеями и так далее и он встретил Ахмада Зайтуни тоже шведа который по всей видимости приобщился к суфизму как раз пакистанской ветви на Жбандиеву Айси а через мигрантов в Норвегии как раз тогда появились они пакистанские вот и он с ним там беседы проводил и все но решение принять ислам то есть вот этот порыв произошел когда он увидел как Ахмад Зайтуни молится и как раз вот как-то так есть я к сожалению хотел найти это видео где он об этом рассказывает на ютюбе но не мог вот эта игра света которая падала вот эта сама атмосфера его так сказать сподвигла к тому что он принял ислам и так сказать очень радикально он сразу отправился в Южную Азию в Магребе он путешествовал потом он учился в Дарурулюм де Абан в Мадресе вот и стал имамом теперь и хотя он как бы принадлежит другой традиции он часто вот на этих предельтах выступает и считает как бы ну тоже связан духовно с шейхом Фадала Хаэри тоже считает его своего рода своего ну наставником это тоже в суфизме можно как вы знаете нескольких наставников иметь можно даже в разных традициях шейх Ат-Тарбия шейх Ат-Тарбия это разные шейх Ат-Тарбия это обучающий шейх это твой главный который тебя ведет по пути а знания можно получать у других так вот шейх Мухаммад мусульм Энеборг вот он это тоже пакистанский мюрид шведы это мюрид кстати говоря он к ганнскому изводу тариката пиджания то есть вот такая вот интересная среда ну и в завершение хочу сказать что обращение в исламских тарикатах является комплексом явления обусловленным социокультурными процессами прежде всего индивидуализмом и рефлексивным подходом к религиозным традициям а траектория как я уже говорил в свою очередь зависит от характера самих общин от отношения этих общин к традиции нормативной от внутренней организации от связи конкретной общины с центром с центральным духовным авторитетом и важную роль играет фигура шейха и шейха главного шейха и духовного наставника местной общины у меня все спасибо тем кто дослушал до конца буду рад ответить на ваши вопросы если таковые имеются спасибо большое Олег Анатольевич за столь интересный доклад содержательный коллеги те кто хочет задать вопрос можете поднять руку есть такая функция в зуме можете написать вопрос свой в чат либо включить микрофон и задать в живую свой вопрос большое спасибо у нас есть пока многие собираются с мыслями вот у нас есть уже комментарий до этого от Кати Аскара Александровича в чате он написал есть ли критический взгляд в части мусульман на суфизм в Европе как очень одиозное и псевдо мистическое течение как попытка приспособиться к западному интересу к суфизму я так понимаю как попытка приспособиться к интересам как западных людей западного общества к самому мистицизму ну есть конечно разные есть внутри суфийская критика есть определенная конкуренция между общинами и вот этот поворот к исламу который имеет место сейчас реисламизация она с этим как раз и связана потому что появляется много новых общин как бы большую часть составляет мигранты но тем не менее она привлекает привлекает и жителей как бы с запада вот и для того чтобы избежать так сказать обвинения в неверии там в ацентричестве и так далее они становятся как бы более приверженными к традиции вот допустим вот если раньше эта община которую я изучал Рабани она была достаточно ну если не синкотичная то там ну разные были люди разные практики и так далее то теперь можно сказать что этот неосманизм он очень тоже тоже привился а что касается есть ну те которые Марсия Германсен называет трансплантными то можете не поверить что допустим Теке Мехмеда Захида Кату в Берлине выглядит ну очень-очень похоже на общины как в Турции это Эсмейлага Джамат Нашбандийский Эсмейлага достаточно консервативный и ну Риды приходят точно так же одеты вот и большинство там турки естественно и есть европейцы причем такие достаточно очень-очень укорененные в традиции был один поляк который настолько как бы вот Шейк ему сказал уехать в другой город он уехал бросил все забрал семью то есть вот такие люди что касается опять же формального обращения ну есть как бы тарикаты которые изначально требуются ну всем известный допустим тарикат нематаллахи вот западное его западный извод который я посещал активно их достаточно в начале 90-х годов в середине 90-х это был в Лондоне год не в Лондоне в Оксфорде простите на стажировке ездил часто то для того чтобы быть допущенным сама необходимо да дать присягу Шейху и принять ислам перед этим обязательно вот и там практикуются разные эксклюзивные практики допустим когда там дают показывают делятся сладостями да как правило кусковой сахар раздают да после во время маджлиса до собрания то и передалил он подходит только тем кто принял присягу то есть к суфиям только им дает целую руку яхак яали произносится и все остальные себя чувствуют как бы из этого процесса исключен это их тоже подвигает принятие ислама хотя во всем остальном во всем остальном вне ханаки аллаху алим то есть то там молятся не молятся намаз читают а что вне происходит это уже как бы дело лично каждого нюрида то есть вот такой вот тоже такой интересный феномен если с одной стороны требуется умальное обращение а что за этим следует уже остается как бы каждому оставляется из тех кто приходит туда спасибо большое за нас я вижу поднятую руку от Рината Ринат можете задать вопрос скажите пожалуйста суфизм отдельно от ислама может существовать или в традициях другой религии допустим просто в литературе встречаю этот момент и задают мне здесь вопросы знакомые друзья как бы вот как отдельное направление мистицизма скажем вот в таком ключе ну это опять же наследие ориентализма в частности британского когда в начале девятнадцатого века ряд ученых они были в принципе они были военные они переводчики там так далее с персидского языка и так далее но они люди достаточно не интересовались я понял о ком идет речь все да до Бестана Мазахи вот это переведенный трактат как раз трактат был вообще он как бы мало отношений к суфизму имел это при дворе Агвара Великого был написан там чуть ли не за ростлицем как говорят да да совершенно верно и оттуда пошла вот эта универсалистская интерпретация в принципе ну никто же не ставит никто же не старается оторвать хасидизм допустим от иудаизма хотя ряд иудейских толмундических этих вот старовинов или как там называют они к суфизму очень критически не к суфизму к хасидизму никто не говорит что хасидизм может без иудаизма существовать так и суфизм это явление духовной жизни традиция в рамках ислама то есть если я если я свой ответ скажем стабилизирую что только в рамках ислама может суфизм и быть и развиваться быть и развиваться возник и развиваться возник и развиваться но мы как исследователи мы даже наиболее скажем так формы которые отстоят очень далеко да там как вот допустим там Ирина Твид или там всякие такие вот течения нюэджерские мы их тоже рассматриваем в этих рамках потому что они все-таки в основе своей они связаны с этой традицией хотя принесено там разное переосмыслено все это перепаковано как говорил Лукман но тем не менее оно все-таки акцент делается на этом поэтому мы как я уже сказал или рассматриваем как универсалистский суфизм или как неосуфизм и так далее но в целом вот суфизм возник и развивался конечно в рамках ислама мне просто задавали вопрос который я не смог ответить вот сейчас разбираюсь как бы потому что задавали вопрос а может ли быть суфи не мусульманин не ну как я показал что да и такое сейчас конечно конечно ну что мы опять же понимаем если мы понимаем шахаду да формальное принятие то есть вот завершение этого процесса то может да но вот но большинство конечно это люди которые приходят к исламу в той или иной степени то есть не в той или иной степени а приходят рано или поздно спасибо большое за ответ большое спасибо так а есть ли у кого-то какие-то комментарии какие-то вопросы дополнения уточнения если нет то я наверное задам вопрос ну такой более наверное практически а вот встречали ли вы бекташийские общины на территории Европы я знаю что большое количество бекташи членов сариката бекташи проживает в Италии ну это связано в первую очередь с работой то есть много албанцев которые уезжают на работу в Италию ну там и остаются вот и как вообще то есть организовывается их сообщество как они себя чувствуют в европейском обществе да они как бы часто не вписываются таки в рамки нормативного ислама в своей обрядовой сфере но и в своей тоже теологической то есть доктринальной да то есть в обрядовой сфере мы можем увидеть употребление алкоголя в ритуальных сферах ну то есть в ритуальной части да то есть часто то есть намазу у них нет но в то же время они себя считают мусульманами то есть они не говорят что мы то есть они как бы признают себя ну вот как бы вот этот вопрос да прокомментируют я как бы непосредственно с албанцами никогда не сталкивался я работал больше в Германии вот в Швеции и встречался как бы ну с босницами ну как правило босницы это были люди либо местных как бы тарикатов изводов Хлеватия или там Нажмандия некоторые были скажем так уже заинтересовались в диаспоре суфизма подсоединились к той или иной общине общине турецкой ну Нажмандийской что касается бекташи то Оливийский так посещал просто в Берлине но никогда специально не оливийских достаточно много вот они активны не только религиозно и политически активно то есть в общественной жизни диаспоры турецкой принимают ну традиционно это и турецкое общество то есть а так безусловно интереснейший интереснейший феномен ну как-то вот прошел как-то мимо меня к сожалению тоже есть поле для исследований просто я знаю на американском примере на американском ну там да там конечно Баба Реджев ну там же да община как бы их бекташизм он более становится ближе к шиизму такому имамитского толка да то есть обрядовых и каких-то тоже теологических они подвигают к этому то есть бекташизма там ну то есть мало остается как бы внешне содержание а внутри уже больше время сдвигается все ближе и ближе то есть они сами даже это объявляют поэтому вот как-то интересно посмотреть то есть как европейские бекташи себя чувствуют в то же время как их Албания как на перекрестке то есть албанцы они как европейцы европейскость у них если в то же время они как мигранты то есть как себя не ощущают есть ли у нас еще какие-то вопросы какие-то уточнения какие-то комментарии вот у нас вот Илья Лутин он написал то что задаст лектору вопрос в чат то есть Илья мы с ним коммуницируем он уже несколько моих лекций посетил да он как раз собственно про бекташи и спрашивал я посоветовал Ксению Трофимову лучше по этому вопросу с ней проконсультироваться ну Лаверьянову конечно спец так а можно такой практический вопрос задам да 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 хорошо скажите а можно как-то получить ссылки или на литературу или на какие-то видео где можно с уфизмом поближе познакомиться ну куча ну на ютюбе вы можете набрать по-английски там суфизикер или нажбандия или там шизлия хадара или так далее очень много очень много очень-очень есть куча фильмов документальных снятых и западными и индийскими ну то есть южноазиатскими авторами вот разных и десятилетия назад и современные документальные документальные фильмы очень-очень много все касается литературы ну и тоже десятки сотни книг таких интересных вы можете зайти если по-английски читаете очень много англазичной литературы допустим вот это суфи литерач группа на фейсбуке есть такая отправить отправить просто ну попроситься туда добавят там очень хорошая литература но липген он насколько я знаю заблокирован на территории федерации ну через не хочу рекламировать но обойти это все можно и там тоже куча литературы англоязычной да на русском языке выходит очень много вот ну такого больше свойства скажем так общего да где суфизм смотрит в целом ну читика по-моему да переведена работа хисматулина есть тоже такая общая работа по суфизму Алексея вот но очень много на английском выходит тоже с них можно начать вот это Артура Бюллера работа реконайзинг суфизм если вы ее найдете вдруг она шикарная просто это взгляды ученого и практикующего суфия именно на суфизм на его роль в исламе и в историческом плане в современном и как для современного западного человека Спасибо Пожалуйста Большое спасибо Ну раз у нас нет ни вопросов ни комментариев то наверное будем завершать Большое спасибо Спасибо вам за представленную мне возможность и всем слушателям за внимание и желаю хороших выходных всем приятных Спасибо До свидания До свидания Всего доброго до свидания